Лисы не вызывали какие-то очень уж отрицательных эмоций. Тимка, а что если я здесь надолго? День второй, замечательно. А сколько тут дней? Семь, да, будет? Мне снился сон. Казалось, я нахожусь в каком-то вакууме, а вокруг пустота. Но не только вокруг. Я единственное существо вселенной. Как будто навернулось некое сингулярное состояние перед самым большим взрывом. И вот-вот что-то должно было произойти. Другий начинал слышать голос. Слов не разобрать, но он показался мне знакомым. Голос что-то нежно нашептал, как будто баюкал. И тут я понял, это был голос той незнакомки из автобуса, той девушки из сна. Но что она хочет мне сказать? Кто она? Я проснулся. Яркие лучи солнца били в глаза. Время приближалось к полудню. Лениво потянувшись зизюнул и начал вспоминать вчерашний день. За несколько секунд все это событие принеслись перед глазами. Автобус, лагерь, местные обитатели. Но ведь все это не так, неправильно. Не эта ситуация, не мое положение, а не неправильные априоры, а мое отношение к ним. Ведь я вчера запросто заснул здесь, а и до этого мило беседовал с местными пионерами. Даже умудрялся шутить. Шутить. Ну и как можно себя так вести в подобной ситуации? Так, когда там уже пожато это будет? Я же должен бояться шарахаться от каждого шороха, избегать любого контакта с потенциально враждебными существами. Все события прошедшего дня словно заволокло похмельной дымкой. Это очень похоже на утро после хорошей пьянки. Вчерашнее, естественно, непредусудительное в высшей степени нормальное поведение утром становилось кошмаром, гротеской гравюрой из иллюстрации к божественной комедии. Да, все именно так, однако прошло уже не вернуть. Хотя, возможно, оценив обстановку, действительно действовал по ситуации. Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, не забросило ли меня куда-нибудь еще на доме Кольги Дмитрины выглядело так же, как и вчера. Все было как будто на своих местах. Разве что... Нихуя! Хорошо, блять. 2К Натали с фронта Бардер Ланс. 500 рублей на корм Мопсу. А если мою ставку перебьют в этом месяце, я сделаю так, чтобы этот человек никогда в жизни не нашел себе хорошую работу. Спасибо, Алиракс. Спасибо, Бутия огромное. Я просто сейчас в замешательстве, так как у меня уже движущий этот скинулся счетчик. Напиши в чате, пожалуйста. Все было как будто на своих местах, разве что на спинке кровати висела пионерская форма. А я с ним доверим, покрутил ее в руках, примерился и одел. Все равно это лучше, чем ходить в зимней одежде. Ну просто надо, надо подумать, чтобы никого не обидеть. Не Леона, не Алиракса, я как это, как, 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 как мне надо поступить-то, блин, что же, что же это такое-то, что же творится. Посмотрели бы теперь на себя, например, такая, выгляжу, какого, ну, если бы я был там, я бы с вожатой. Но, так как там вот эти девчонки, мне больше Лена понравилась. Алиракс, ты же здесь у нас в чате, скажи это, мне надо это, как-то, как-то решить. Четыре часа еще, пол, три с половиной часа еще осталось до конца месяца, по идее, по Москве. Да, но, но как-то это, ну, ладно, решим, ребят, а для этого нужно зеркало. Не решим, ребят, никто не обидится. А для этого нужно зеркало хотя бы самое маленькое. Нашлось оно на дверце шкафа. Ё-моё, твою! Я взглянул на новоиспеченного пионера, а я шпрыгнул в сторону от неожиданности. На другой стороне из зеркала стоял какой-то подросток. Похоже на меня, но не я. Куда пропала недельная небритость, мешки под глазами, сутунули смертельно, уставшие выражения лица. Похоже, меня не закинули назад или в параллельную реальность, а просто поменялись с кем-то телами. Действительно просто. Такое же на каждом шагу встречается. Я бы пригляделся к незнакомцу, понимаете, не только тогда понял, что это я сам. Только образца конца школы и начала института. Ладно, хотя бы так. Да, у человека стресса ситуация слона и неприметим. Я вот вожатый обратил внимание и вчера ночью... Спасибо, Алиракс. Я доверяю тебе. Надеюсь, ты не забудешь обо мне. Можно и в следующем месяце. Полтинника не жалко. Разберемся. Спасибо большое. Разберемся. И вчера мне ночью отчитал за неподобающее обращение к ней. К черту. Вряд ли мой внешний вид влияет на что-то еще. Если верить часам, завтрак уже давно позади. Ну ладно, попробую все же в столовой что-нибудь найти. Вчера же со славой получилось. От этих воспоминаний я невольно улыбнулся. На улице ярко светило солнце, дул легкий ветерок. Прекрасный летний день. Я уже несколько лет не чувствовал себя по утрам так хорошо. Все проблемы на секунду улетели куда-то далеко. Растворились в редких цветах первого снега... Цвета первого снега в облаках. Вдруг передо мной, словно из ниоткуда, появилась Ольга Дмитриевна. Доброе утро, Семен. Доброе. Я улыбнулся, пытаясь всем своим видом показать, что несмотря ни на что, мое утро было действительно добрым. И только вчера приехал, так что будить и тебе не стало. Ну завтрак-то... Хотя ладно, вот, держи. Ох, Господи, Ольга Дмитриевна, что же вы со мной делаете? Она протянул мне бумажный сверток. Судя по масляным пятам, утре, скорее всего, бутерброды. Ой, спасибо. А теперь марш умываться. Я уже собирался уходить. Забудливая женщина. Сразу видно, вот женщина. Единственная женщина принесла Семена пожрать. Семен, бери ее. Сейчас подожди. Ольга Дмитриевна забежала в домик и вернувшись, что сунул мне небольшой пакетик. Внутри оказалась зубная щетка, мыл небольшой полотенце, что-то еще особо не всматривался. Пинер должен быть всегда чист и опрятен. Да, я тебе галстук правильно завяжу, но на первый раз, а то он болтается. Потом научишься, сам будешь. А может, не надо, я сейчас умываться буду. Ну да, вдруг зацеплюсь за кран и удавлюсь. Ладно, тогда потом. И не забудь про линейку. Да я просто то в чат, то сюда, мне же, я вижу там они, как бы, Леон с Алираксом срутся. Все, ребят, нормально будет, я все влажу. Карандаши, ручки, линейки, такие вещи не забываются. Какую линейку? В смысле, какую линейку? Она нахмурилась. Сегодня же понедельник. Странно, по моим почетам воскресенье. Прочая смена для дня недели, это еще не самое страшное. Обычно с линейки рано утром до завтрака. Но сегодня понедельник, поэтому она будет в 12 часов. Не опаздывай. Хорошо, а где? На площадке, где же еще? Спорить было бессмысленно. Я направился в сторону повывочной. Может, тебе другую линейку, где есть отметка 25 сантиметров, а? На отдельный душ и туалет рассчитывать не приходилось. Но при виде этого выкидыша загнившегося... Да охерительный умывальники. Мы на базу ездили в Горналтай, там такие же были. А причудливые черепашки с панцирями из жести, множество ног коронов и их кафельное брюшко у меня стало несколько не по себе. Я не был без гнем человека, но тем не менее стоял тут, понял, что все же есть какой-то минимальный уровень привычного комфорта, без которого жить не довольно проблематично. Вот ведь, как бывает, когда теряешь вещи, которые всегда оказались совершенно обыденными, естественными, понимая, что на самом деле они были незаменимы. Ведь я читаю вслух? Я последний раз читал вслух? В классе, наверное, 11-го. В институте ни хера не читал вслух. Ну разве что, хотя нет, читал, когда я это, зачитывал в экзамене то, что я написал. Вай, нужно ли перебивать Алиракс? Я потом все напишу, давайте завтра. Вот ведь, как бывает, когда теряешь вещи, которые всегда оказались совершенно обыденными, естественно, я понимаю, что на самом деле они были незаменимыми. Ну, Алиракса пойдет донат на этот месяц. Я думаю, вот так вот. Ну, как бы, на поводу Borderlands и Outlast, ну, я думаю, сделаю небольшое исключение, поиграю в то и в другое. Ради двух, тридцать людей, которые меня поддерживали в течение этого месяца и на силовых играх в особенности. Поэтому я думаю, на этот месяц надо будет что-нибудь еще. RTG. Я думаю, надо будет. То, что ты мне прислал за 5 рублей? Вот ведь, как бывает, когда теряешь вещи, которые всегда оказались совершенно обыденными, естественно, понимаешь, что на самом деле они были незаменимыми. Все, ребят, все завтра. А да, и черт с ним, выбирать все равно не из чего. Охренительный мывальник, чувак, охренительный. Вода казалась вроде ледяной. Если помыть руки не составило особого труда, так вот умыться или прополоскать рот ей уже большая проблема. В пакетике, который мне дала Ольга Дмитриевна, не нашлось зубной пасты. Можно, конечно, было почистить зубы и так, но полотенце было подзавернуть в какая-то круглая коробочка. Это порошок. Прелестно. Плюс один за то, что я где-то в прошлом. Умылся я довольно быстро, в том числе из-за ледяной воды. Кто-то быстро шел, даже бежал в мою сторону. И я обернулся. Ох, ёптво, ни хера. Она в костюме гопника. Перед мной стоял Славер в спортивной костюме. Похоже, эта девочка будет хорошо выглядеть абсолютно в всем. И в пионерской форме, и в купальнике, и, наверное, даже в космической вкафандре. И, главное, без всего этого. Физкульт, привет. Ага, то есть, Бобр, доброе утро, вот. Приветствия мне удалось выбрать не сразу. Почему на завтрак не пришел? Проспал. Я сказал это так, Солон оградился своим достижением. Но мне Ольга Дмитриевна бутерброды принесла. А, ну отлично, да, не забывай про линейку. Да, конечно, забудешь тут. Ладно, я побежала, не скучай. Она помахала мне на прощание и скрылась за поворотом тропинки. Судя по всему, линейка начнется через пару минут. Стоило быстренько забежать домой, закинуть пакетик с умывальника при нормальной принадлежностями и съесть бутерброды, только уже потом идти на площадь. Я распахнул дверь домика вожатый и вбежал внутрь так, как будто запрыгивал последний вагон уходящего поезда. Но кажется, это было не лучшим решением по среднекомнице, сказала Ольга Дмитриевна. И переодевалась. Я застыл как копанный, стараясь даже не дышать. И наконец-то вожатость заметила меня. Семен! Я тут же отвернулся. Стучаться надо теперь вон. Да, неудобно получилось. Так, здесь нормально все было или нет? Все работает, да? Ну, вроде пока не особо ничего не было. Хотя зрелище мне пришлось по нраву. Через минуту вышла и Ольга Дмитриевна. Вот, держи. А что тут такого-то было? Ну, трусы, трусы. Теперь это и твой дом тоже. Зашибись. Она протянула мне ключ. Я положил его в карман. Дом. Конечно. А опустить все фантазмагор... КОГО? Фантазмагоричность происходящего? Этот лагерь был далеко не на самом плохом местном земле. Назвать... О, ты, блядь, тебя баба нет, потому что ты такой заумный. Телки не любят таких. Всего за день, приведенного здесь, вряд ли я смогу это сделать даже спустя год. Ладно, пойдем, опаздываем. А как же бутерброды? По дороге съешь. Мы шли вдоль домиков пионеров и улетел бутерброды... Я уплетал бутерброды с колбасой, а Ольга Дмитриевна трещала безумолку. Ву-ву-ву, как трансформатор. Но меня не волновало ничего, кроме еды. Понял? А? Ты не слушаешь. Простите. Сегодня начинается твоя новая пионерская жизнь, и ты должен приложить все усилия, чтобы она стала счастливой. Да, конечно. Я серьезно, у пионера много обязанностей, на него возложена большая ответственность участвовать в общественной работе, помогать младшим учиться, учиться и еще раз учиться. Мы все тут как одна большая семья, и тебе предстоит стать ее частью. Да, че есть? Я готов даже расписаться в портбилете, лишь бы не слушать этот бред. Надеюсь, по окончании смены у тебя останутся самые лучшие вспоминания о нашем лагере. Воспоминания на всю жизнь. А когда смена закончится, что ты постоянно всякие глупости спрашиваешь? Похоже, ответов от нее мне не добиться. А жаль. Этот мир кажется дружелюбным, но вот представиться он так и не создаётся из воли. Возможно, сейчас я отношусь к этому несколько спокойнее, чем вчера. Как будто у нас с ним несогласное перемирие. Он не трогает меня, но мне запрещено задавать какие-либо вопросы. Конечно, ситуация неисприятная, но что-то мне оста... Ну что у меня остаётся? Господи, сука текста. Я микрофон не включил. Самое главное для тебя использует время, которое ты проведёшь здесь с пользой. Я постараюсь. Честно говоря, этот разговор меня сильно утомил. Узнать хотя бы, где это здесь находится. Но... Мы пришли на площадь, пионеры уже выстроили шеренгу. А что ещё? Не все пришли? Да вроде все. Она кинул взглядом на свой бравый пионер-отряд. Ладно, иди становись. Странно. Почему тогда она мне сказала, что больше спальных мест нет? Пока вожатый рассказывал о плане мероприятий, недели я осматривал присутствующих. В паре человек от меня стал Электроник, чё дальше Лена и Славя. И в самом конце Ульянка и Алиса. А посередине чё за чёрные кавычки? Вроде ничего такая. Все знакомые здесь. Ольга Дмитриевна говорила про какие-то спортивные соревнования, а я уставился на памятник. Генда. Не удалось вспомнить ни одного революционера с похожей фамилией. Да и по звуку у него как-то странно, как будто смотрят на происходящее с ним доверие. Может быть, пренебрежением или даже надменностью. Наверное, какой-то местный деятель. О чём мечтаешь? Славя вывела меня из раздумий. Рядом стоил Ольга Дмитриевна. Ты запомнил план на неделю? План? План. Я никогда её не забуду. Вот и отлично. Она посмотрела на Славю. Принесла? Да. Славя протянула мне какой-то листок. Это входной лист у четыре позиции. За сегодня тебе нужно везде отметиться. Во-первых, записаться в клуб. Они у нас в здании кружков и отдельно музыкальные. Во-вторых, в медпункт зайти. Ну и в-третьих, в библиотеку. Всё понял? Да. Обходной оказалось неплохой возможности что-нибудь выяснить, так как в этих локациях я ещё не бывал. Тогда давай, начинай прямо сейчас. А как же обед? Ничего страшного, тебе ещё быть оборудов принесу. Обходу рис важнее. Так, сухометку. Так, ты мне женщина честнешь уже не нравится. Где мой борщ? Удачи тебе. Они ушли так быстро, что я ей слова сказать не успел. Пропустил завтрак, теперь обед придётся. Да что же это такое? Впрочем, может успею как-нибудь. Обед в час. Хотя если я пойду есть, то могу не попасть в какое-нибудь место из списка. Ладно, пока всё равно в столовую тирана. Так, мне надо выбрать куда идти. Надо сказать библиотека. Давай в библиотеку сходим. Вообще, я, конечно, не люблю читать, но просиживать днями библиотеки при нынешних обстоятельствах мне плавно не входило. Так что это чекпоинт стоило пройти побыстрее. Когда зашёл внутрь, у меня в голове всплыло воспоминание с детства. Оно было очень ярким. Мне лет 7 или 8, и с мамкой библиотеки. А, мамой. Пока она выбирает какие-то книжки, которые мне понадобятся для учёбы, я сижу и разглядываю местную подборку комиксов. Да и не знал, почему их здесь так много, и почему нельзя забрать часть домой. Понятия коллективной собственности в этом возрасте для меня не существовало. Впрочем, как и понятия собственности вообще. Тем более странно показалось это воспоминание сейчас, когда я находился в том самом отдельном взятом пионерлагере, где коммунизм таки удалось построить за 3 года. Советская символика была буквально повсюду. А на полках стояли книги с в основном соответствующей тематикой. Читать их я никак не запланировал. Знакомство с полным собранием сочинений Маркса – одна из последующих вещей на Земле, которая могла бы прийти мне в голову. А что, собрание Ленина-то типа не читал, да? Ну где же библиотекарь? Найти его казалось не так уж и сложно. Я пригляделся. Короткая стрижка, толстые очки, довольно приятное лицо. Она так мило спала, что мне совсем не хотелось ее будить. Пожалуй, подожду, если через полтора часа не проснется, да, вот что поделать. Просто так сидеть было скучно. Я взял с полки первую попавшуюся книгу. А может быть пожрать сходишь? Или медпункт? И решили там такой здоровый лагерь размером с город. Артур Шопенгауэр. Мир, как воля и представление. Ой, я не читаю его. Ну его нахер. Он такой, он ЧСВ-шный жесткий. Вообще все философы ЧСВ-шеры, они срут друг друга во всех книгах. Я открыл пример на середине и начал читать. Вы что, я сейчас буду Шопенгауэра читать? Да у меня он и так есть. Жизнь человека с ее бесконечными трудами. Нужду и страданиям следует рассматривать как объяснение и парафраз акта зачатия. То есть решительное утверждение воли к жизни. С этим связано и то, что человек обязан природе смерти и с тоской думать об этом обстоятельстве. Разве ты на свидетельствует в том, что в нашей жизни заключена некая вина. И тем не менее, периодически расплачивая смертью зарождения и смерти, мы всегда существуем и испытываем все горести и радости жизни переменно. Когда ни одна из нас не может нас миновать, таков результат утверждения воли к жизни. При этом страх смерти, который, несмотря на все страдания, жизнь удерживает нас с ней, становится в сущности иллюзией, но столь же иллюзорно и влечение заманившее нас в жизнь. Объективное выражение этого соблазна может видеть в обращении друг на друга страстных взглядах под влюбленных, а не из чистейшего выражения воли в жизни ее утверждения, как она здесь коротка и нежна. Она хочет благополучия, спокойствия, спокойного наслаждения, тихая радость для себя и для других, для всех. Вы серьезно? А все? Фух. Двери постучали. Я быстро закрыл книгу и положил ее на место. Правильно. Какая отличная привычка стучать. Лучше Бердяева. Надо и мне ее взять на вооружение. В библиотеку вошла Лена. О-о-о, нормально. Тебе нравится? Ша-шай-шай-шай-шай-шай-пингавр. Ой, привет. Я улыбнулся. Привет. Я вот книжку пришла отдать. У него в руках были лыла унесенные ветром, которые я видел вчера. Ой, а Женя спит? Тогда я попозже зайду. Можем ее разбудить и попробовать что-нибудь. Дай-ка. Уже не сплю. Как она широко расставляет ноги. Я удивленно посмотрел в сторону библиотекарши. Она сидела за стулом пристально наблюдала. Она наблюдала за мной. А тебе чего? Мне бы обходной. Давай. Библиотекарша быстро расписалась и протянула мне его. Вид у нее был такой, что продолжать разговор не возникало никакого желания. Лена подошла к ней, отдала книжку. Я благодарил Женю и вышел. Так. Медпункт. И что я забыл в медпункте? Здорово вроде не шарила. Тем более местный свежий воздух явно пошел мне на пользу. Чувствовал себя куда бодрее, чем обычно. Не раз. Но раз надо, так надо. Я пошел. Обычный медпункт на школе был примерно такой же. Она мутант. У нее разные глаза. За стулом сидела женщина средних лет. Очевидно, медсестра. Аня, ты видишь, как должны выглядеть медсестры? Она пристально оценивающей посмотрела на меня и продолжила что-то писать. Ну, здравствуй. Я не... Сказала медсестра, не открывай от своего... Не отрывайся от своего занятия. Добрый день. Мне б-б-б-б-б-б-б-б-бот. Ты присаживайся. Я глядел комнату. На кушеточку. Я сел. Раздевайся. Все это она говорила совершенно ровным тоном. Зачем? Смотреть тебя будем. Слушать, здорово проверять. Меня, кстати, зовут Виолет. Серьезно? Ну ты меня можешь звать Виолой. Это масло такое есть, оливковое. Она повернулась в свою сторону. Ну что сидишь? Раздевайся. Да я не жаловусь, ну что? Мне бы вот... Я аккуратно протянул ей листок. А потом. Она сняла шепсть. Снял тетоскоп. И, кажется, намеревалась меня и могу препарировать. Блин! Да что ж такое, а? Ну тут дверь постучали. Медсестра нехотя ответила. Входите. Моментальная дверь распахнулась, и в комнату влетел электроник. Твою мать, ты что здесь делаешь, а? Здрасте, тут это на футболе упало глупости, конечно. Нет, что я бы и так, но меня Ольга Дмитриевна... Ой, блин... Электроник под глазами красовался здоровенный фингал. Что-то я сомневаюсь, что такое можно заработать на футболе. Садись, сейчас просмотрим, сказала она ему. А ты давай сюда свой обходной. Блин, что такое? Твоя медсестра быстро подписала его и продолжила. Если что, заболи, сразу ко мне. Пионер. Я не стал ничего отвечать и вышел, закрыл за собой дверь. Господи, да это женщина, и она очень сильно хочет... Ну, она прям, прям, я... Ну, она одинокая женщина, везде мелкие чуваки. Нет взрослого мужика, по-любому тут никого нет. Музыкальный кружок, ну давай. Музыкальный клуб, небольшое одноэтажное здание, располагался по удалю от остальных построек лагеря. Не раздумывая, открыл дверь и вошел. Внутри меня встретил настоящий оркестр бар... Блин, я тут ненавижу футболистов, а! Барабаны, гитары и даже рояль. Некоторое время я внимательно изучал музыкальные инструменты, хотелось понять, в какого непримерно времени периода, но неожиданно под роялем послышалось копошение. Девочка, кажется, что-то ищет. Она стояла на четвереньках в такой пикантной позе, что я не сразу решил соначать разговор. П-п-п-п-п-п-п, простите. А, кто здесь? Блядь, это варенник, ну, посмотрите, там... Ну, это же... Ну, это же огромный варенник! Что за... Ну, посмотрите на это! Ну, это уже варенье! Ай! Да вставай ты уже! С трудом, но девочка все же выбралась. Извини, что напугал. Да ничего, вижу тебя входной новенький, значит, да? Ага, да. Меня Мику зовут. Я уже знаю. Меня, честно-честно, никто не верит, меня правда так зовут. Просто у меня... Знаете, когда я... Когда мой друг был в стрельб-клубе, он тоже к ним подходили, там... А мне зовут, там, Сюзанна. А по паспорту... Маша. Я тебе уверен, у меня так же. Просто у меня мама из Японии, папа с ней познакомился, когда строил там, ну, то есть, не строил, у меня инженер. Короче, атомную станцию или плотину, или мозг, ну, не важно. Она говорила с такой скоростью, что половину слов просто проглатывала. А я Семен. Отлично. Не хочешь к нам в клуб? Стоп, все есть, правда, я... Ну, я думаю, надо примерно так должно говорить. Уже в период моего отшельничества я купил гитары, выучил пару аккордов, но там забросил, как и все, но что требовалось больше нескольких часов. Давай. Жигал лимон. Знаешь, я как-то не планировал особо. Да ладно тебе, я тебе научу играть. Хочешь на трубе, например... Ты умеешь играть на... Видите? И как раз... Вот. Спорить с девочкой мультиинструмент... Инструментелистом бессмысленно, так как ответ наверняка последует еще одна пулеметная очередь слов. Я подумал. Я подумал. А пока не могли бы... Не могла бы ты подписать. Да-да-да, конечно, давай. Ты заходи, не стесняйся. Я еще и пою хорошую послушаю, как я пою японские народные песни. Ну, или если не нравится... У вас реально тут мужиков, что ли, нет, а? Одна врач, там, позабоченная, другая. Ну, блядь, те, короче, похер, у нее книги есть. Это и спеть к мужику. Ладно. Ну, или если не нравится, может быть, что-нибудь из современных шлягеров. Обязательно. Обязательно, да. Мне пора, извини. Конечно, приходи непременно. Хоть и трейд, хоть и многоточие в конце. Ох, я не могу с них. Окончание фразы скрылось за дверью. Скрылось за закрытой дверью. С одной стороны, неплохо вечерком просидеть по бренчатной гитаре, но в такой компании... Я повернулся собираться уходить и стукнулся нос к носу с Алисой. Опа-на! Миралик, спасибо тебе огромное! Спасибо, Миралик, за 9 месяцев переподписки. Спасибо огромное. Она недобро посмотрела на меня. Ничем решил обходной. Подписал? Да. Свободен! Алиса вошла внутрь, а я поспешил покинуть это место. Так, общие кружки или кружки. Я направился к зданию кружков. По правде говоря, мне никогда особенно не нравилась общественная работа. В школе я всегда под любым предлогом пропускал субботники. В институте не было ни малейшего желания поступать в студенческие стили. Не, смотрите, Мираликс 9 месяцев. То есть, по идее, сейчас должен родиться еще один маленький самик. То есть, Мираликс должен кого-то родить. Спасибо тебе, чувак. Меня не интересовало секция бокса. О, бля, понятно. Авиамоделирование или кройки шития, ясно все. Так что сюда я пришел лишь целью отметиться. Вот есть бокса, кто его ведет. Внутри никого не оказалось. Словно, он оказался в берлоге юного робототехника. Повсюду валялось провода, нехитрые платы, микросхемы. На столе стоял осциллограф. В соседнем помещении послышались голоса, а через секунду в комнату вошли двое пионеров. Блин. В одном я узнал электроника, а второй же ко мне был незнаком. Ну почему это незнаком? Мне он очень знаком. Угу. Да. Привет, Семен, а мы тебя ждали. Ха-ха-ха. Кажется, знает все и обо всех. А чего вы меня выждали? Ну как же, ты пришел в наш клуб кибернетиков записаться, так? Он не дал мне ответить. Знакомься, это, блядь, это Шурик, он у нас главный. У вас в клубе этим только двое, я так полагаю? Да, они любят вдвоем. Сверлят кое-что. Ну, можешь считать уже трое. Не-не-не, ребят, я в этом не участвую. Давайте вы там сами по себе. Шурик подошел ко мне и уверенно протянул руку. Его лицо почему-то казалось знакомым. Шурик. Добро пожаловать мамку, добро пожаловать мамку твою. Опа-на. Джейми Коу, спасибо огромное за подписку. Спасибо, Джейми. Вот и родился маленький Сабик. Пока одномесячный, но уже в нашем клубе. Добро пожаловать. Ого. Давай я тебе тут все покажу. И свою золотую коллекцию тоже. Тут ты не стесняйся, располагайся. Да нет, ребята, я вообще-то всегда рады новым членам. Блин. Не, ребят, я не буду в этом участвовать, серьезно. Я отметиться и пошел. Мне тут не нужны ваши члены. Он сказал это так, что в голове у меня невольно заиграл гимн Советского Союза. Удивительно, но еще и помню слова в первом классе. У меня была тетрадка с текстом гимна на обратной стороне. Да нет, мне бы просто обходной лист подписать. Так ты к нам запишись, а мы тебе под... Не, ребят, слушайте, идите нахер, а. Он хитро улыбнулся. Я уже подготовился. Ё-моё, и светлый, что же такое, еще и он подписал. Правильно же прочитал? Свет-ли-жи. Да, спасибо, двойня родилась, отлично. Мираликс, двойня родилась. Ты станешь папой. Я уже подготовился к длинным и нудным разговору, как вдруг в комнату кто-то вошел. Я обернулся и видел Славю. Что это за звуки? Блин, что это такое? А, Семен, надеюсь, они тебе тут не достают? Ну, пока дрель они свои не показали, не достают. Она строго посмотрела на будущих... На будущих светил отечественного работостроения. Я-то их знаю, они могут. Да, понимаешь, на самом деле, мне бы быстро просто обходной подписать. Я решил воспользоваться ситуацией. Так это не проблема, давай сюда. Славя взяла листок и подошла к Шурику. Подписывай. Ну, подожди, мы еще не закончили. Слушайте, можно я уже пойду? Я не хочу в ваших играх трубочистом участвовать. Закончили, подписывай. Она посмотрела на него так, что выражать Шурик не решился. Он поставил свою закорючку, я поблагодарил Славю с чистой совестью направился дальше. Ой. Так вот, кто гейский донат и папе чушлет. Я тебе понял, как они выглядят. Два парня сидят в клубе. Их никто не трогает. Нихрена себе, Вуду еще подписался. Даже ты будешь хорошая, ребят. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо большое, Вуду. Причем, тройня, три человека и ты первый раз. Спасибо, ребятки. Итак, я собрал все подписки. Следовательно, надо зайти к Ольге Дмитриевне, чтобы дать листок. Вожата сидела возле домика и читала книгу. Вряд ли она сама соответствовала образу идеального пионера, которого хотела сделать из меня. Видимо, все ее обязанности – это произносить пламенные речи на линейке, отчитывать Ульяна и принимать деятельное участие в моем физическом и идеологическом воспитании. Вот. Я протянул ей обходной. Она не читая сунула листок в карман. Отлично. Значит, можно было самому за всех расписаться и вообще никуда не ходить. Семен-то, а? Молодец. Ну как, познакомиться с нашей медсестрой? Да. Почему-то от этого вопроса у меня мурашки побежали на коже, а мне медсестра понравилась. Какой кружок записался? Да пока ни в какой, нужно подумать. Ну что ж ты так, завтра обязательно запишись куда-нибудь. Конечно, все непременно. Ладно, пора уже и на ужин идти. Ну, я думаю, надо на книге записываться, потому что... Это не кружок. Потому что там Ленка как бы, да и библиотекарь, что-нибудь еще такое. Наконец-то я уже проголодался. Вместе с Ольгой Дмитриевной мы направились к столовой. Я смотрел на небо и отметил, что солнце уже давно садится. На крыльце стоял несколько человек, Алиса, Электроник, Ульяна и Славя. Когда мы подошли, я услышал, о чем они говорят. И больше называй мне двадцать, а ты получаешь. Да не называйте так, тебе показалось. Называй, называй, я все слышала. Да тебя вообще там не было. А вот ты была, я в кустах сидела. Хватит вам, прекратите. Значит, Электроник свое ранение не на футболе получил. Однако хорошо... Вот это музло. Однако хорошо его медсестра потолкала. Фингала не осталось, если да. Не звучит мне. Ольга Дмитриевна подошла к ним и пыталась выяснить, что происходит. Что вы тут ругаетесь? Алиса сыроежкунув глаз. Ничего не делала! Алиса обиженно фыркнула и зашла внутрь. Ладно, пора ужинать. По среднему столу вошел я. Похоже, свободных мест осталось не так много. Вдалеке видны нас несколько незанятых стульев рядом с Алисой. Но лучше проголодать недельку, чем рискнуть сесть рядом. Также свободно было рядом с Ульяном. Но я не сторонник китайской традиционной кухни. Ем все, что ползает. И, наконец, свободный стул был рядом с Мику. Если выбирать из трех зол. Не возражаешь, если я здесь присяду? Ой, да, конечно. То есть, нет, не возражаю. То есть, да, садись, конечно. Я сел. Сегодня... Смотри, гречка. Ты любишь гречку? А я и вареная курица. Вообще курицу не люблю. То есть, ни за что не люблю. Но если бы меня спросили, было бы больше войска хотелось. Если бы ты без фроганов или рагуна. Может быть, просто котлеты. Я люблю штрих. Я не особо привередливый. И это сущая правда. Понятно. Да, вот десерты. Знаешь, мне здесь не очень нравится. Мороженое любишь? Ты любишь мороженое? Особенно пломбир 48 копеек. Ленинградская тоже. Реклама. Продолись, продолись, продолись. Ой, просто я... Ой, прости, я все о себе. Может, ты больше эскимо любишь? Ужин в компании этой девочки начинал превращаться в пытку. А я по характеру такой человек, что не могу просто так игнорировать собеседника. Я однажды купила вафельный рожок, начала есть, а там три шурупа. Представляешь, это значит, такой шуруп или болт. Я, честно говоря, у них не расплывалась. Болт. Шуруп, это, которым закручивает гайка, болты, это, кей, которая тверка, да? Думаю, если бы проводить симпионат по скоростному поеданию пищи, одно из призывных мест точно досталось бы мне. Ладно, я пойду, тебе приятного аппетита. Я встал и направился к выходу. Мику что-то пыталась сказать вместо лет, но ее слова... Или Мику. Мику или Мику. Но ее слова потеряли в шуме толпы, через-чуть громко ужинающих пионеров. А то я еще неправильно называю. Выйдя из столовой, я сел на ступеньки и решил подождать, пока переварится ужин. Я просто сидел и смотрел, как на лагерь опускается ночь. Здесь все было таким живым днем. Громкий детский смех, веселые крики, суета и беготня, шумы гам, спортивные игры и купание на пляже. Мику. Ну, все понятно. Но с наступлением темноты совенок резко преображался. Дневные звуки сменились тишиной, которая лишь изредка нарушали сверчки и ночные птицы. Лагерь засыпал. Каждый тень не может было узнать кого угодно. Привидение, лешего, просто дикоживотное. То это дело для ведьмака. Но никак не пионера. Все это я понял еще по вчерашней ночи. Местные жители строго следовали заведенную распорядку. Дневной лагерь во власти людей, ночной же скорее сил природы. Как преохождение. Мне нравится, нормально. Не ожидал, что он будет. Ну, мне интересно, что будет дальше. Кто-то легонько похлопал меня по плечу. Я обернулся. Почему такая музыка играет, когда тут парни появляются, а? Это был электроник. Пойдем в карты играть. Эээ, не-не-не, вы там давайте с этим, с золотой коллекцией там сами в карты играете. Ты что, хапа игнул что ли? Давайте, я уже ушел из карты. Я вышел из большой игры. В карты? Да, и игру новую придумать и рисует. Не-е-е-е, не-не-не-не-не. И какую же? Надо сначала карты найти, потом расскажу. Дай угадай, у вас у Шурика еще золотая коллекция есть, да? Так ищи, в чем проблема? Они есть только Ольги Дмитриевны. Она мне не даст. Мне она тоже не дает. Почему? Ну, в прошлый раз на крыльцо вышла вожата и славя. Ольга Дмитриевна, а Семен как раз хотел у вас карты попросить. Я вообще-то... Зачем? Мы игру новую придумали. Сгорили, это говно игра. Его не надо, не пробуйте. Не мы, а ты. Что за игра? Будут карты, я покажу. Ох, не нравится мне эта идея. Но раз Семен за то, что... Наверное... Ну, раз Семен за то, наверное, ничего страшного. Да я вообще-то... Давай, давайте я с ним схожу, принесу. Иди за карты. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну ладно, давайте сходим со славей. Если ты не против. Надеюсь, Милена же не видит, когда я с ней иду. Конечно, пошли. Мы направились в сторону домика вожатой. Где-то на полпрути славя вдруг остановилась. Ой, я уж совсем забыла, что карты у меня. Очень вовремя. А где твой домик? Да тут рядом, пойдем. Нормально. Мы подошли к домику, который на самом деле больше напоминал... Больше напоминал вагончик. Подожди тут минутку, я сейчас. Минута ждать не пришлось. Она вернулась через пару секунд. Вот. Славя показала мне довольно потрепанную колоду карт. Крапленый, небось? Жульничать не спортивно. А жульничать... Блядь, карт и спорт, как это звучит. Не знаю правил игры. Пойдем? Пойдем. На обрату пути решил поговорить с ней в надежде что-нибудь выяснить. А ты давно приехала? Уже неделю здесь. Понятно сама откуда. Я с севера. А поточнее... Холодного севера. Она посмотрела на нее и улыбнулась. Кажется, никто в моем лагере не хочет даже на самые невинные вопросы отвечать. Я решил действовать по-другому. Регинальчик что ли? Или что? Какой съешь? Я решил действовать по-другому. А что тебе нравится? В смысле? Ну твои увлечения. А, я природу люблю. Ну то есть любишь шашлычки? Странно. Сейчас она почему-то немногословна. Природу? Ясно. Ясно. Хочешь стать натурал... Блядь. Натурал. Натуралистом? Скорее краеведом. Всегда интересовался историей родной страны. Это действительно похоже на нее. Оказалось, из всех местных обитателей на Дисней кто не раскрывал в себе никаких загадок. А вдруг я тоже как-то сюда забросил. Она просто как я не может никому доверять до конца. Она из-за стены, да белый ходок. Ну, я решил прощупать почву. А почему ты именно в этот лагерь поехала? Родителям путевку на работе дали. Опять облом. Но, предположим, если бы у тебя был выбор. Здесь хорошо. Не думаю, что выбрал бы какое-нибудь другое место, если кажется, что ты становишься каким-то другим человеком. Мне такого совершенно не казалось. В смысле другим. Ну, столько же возможностей, столько много научиться, столько людей узнать. Сейчас она рассуждала как вожата. И это меня насторожило. Я решил пока прекратить расспросы. Игру-то покажите мне! Что за игра? Когда вернулась, Ольга Дмитриевна сказала Славе. Я же вспомнила, что карты у тебя. Да ничего, мы принесли. Ну и отлично. Славе и Ольга Дмитриевна зашли внутрь. Я уже собрался последовать за ними, как вдруг кто-то резко дернул за... За руку. Это... Это это, что ли? Это Алиса? Это была Алиса. Она смотрела так, что у меня мурашки побежали по спине. Тебе что тут нужно? Осторожно спросил я. Что это? Ты тоже планируешь участвовать в этой дурацкой игре? Ну да, что-то такого. Нет всего. Она уже собралась уходить, но вдруг обернулась и внимательно посмотрела на меня, улыбнувшись. А в карте ты играть умеешь? 29 раз легенду брал. Умеюсь немного. Я никак не мог понять, что это мне нужно. Двыка не бойся вся. Ты-то как будто звезда покера. Ну в принципе, да. Знаешь, тут у тебя шансов никакие. Почему? Качаны! То есть ты правила знаешь? Конечно! Но значит у тебя будет преимущество. Я не видел смысла дальше продолжать этот разговор и сделать несколько шагов по направлению к дверей. Или что все-таки уйти пытающий? А я о чем собственно еще говорить? Давай поспорим. Ты про что? Какой же ты тупой! Ты про карты, про что же еще? И какой уже предмет спора? Что я тебя обыграю? Ну это самый вероятный исход. Спокойно согласился я. Ну это же боишься, да? Я не боюсь. Просто не привык спорить, когда не уверен. Рискать ты тоже не привык. Сама наблюдательность спросила. Просто таки. Ладно, тогда я... Нет уж! Ну что еще? Обессильно вздохнул я. Алиса начала мне надодать свой пустой болтаной про какой-то бессмысленный спор. Если не согласишься спорить, я всем расскажу, что ты ко мне приставал. Что? Что слышал? Да пожалуй, она вполне может. Но это же глупо. Тебе никто не повер... Можно тут сохранить? Где-нибудь вот. Вот, вот, вот где-нибудь вот. Например, вот здесь. Сохранить. Ага. Но это же глупо. Тебе никто не поверит. Я всего неполных два дня здесь. Да и к тому же... Хочешь проверить? Ну предположим. И что будет, если я выиграю? Я никому ничего не скажу. Блин, что за... Какой развод? Она какая-то тюремная, это... Блин, похлаждая. Если я проиграю... Какой же ты тупой! Расскажу, что ты ко мне приставал. Говорил уже. То есть, получается, мне нужно доказать, что я не делал ничего, что я не делал и так. Считай, как хочешь. Перед мной встал непростой выбор. С одной стороны, было глупо соглашаться и не знал правил, да азартные игры не были моим коньком. С другой, она вполне могла сильно осложнить мою жизнь в лагере. Хотя, можно ли ей верить? Даже если я выиграю, не претворит ли она в жизни в свои угрозы? Так что я решил? Я уже буду... Было собралось ответить, как у меня за спиной бешенка выгнурного Лена. Че ты? Ничего. Лена спешно зашла в столовую. На! О, бля. Ну, она всем расскажет, да? Поспорить. А кто ей поверит? Да ну она какая-то охеревшая, не буду с ней спорить. Нет, в какие глупые авантюры пускаться не намерен. Извини уж. Слабак! Она фыкнула, поднялась по ступенькой и в самой двери бросила меня. Готовься к посредствиям! Посредствиям? Вдруг я поступил неправильно. В конце концов, она вполне может определиться, чтобы жить здесь. С другой стороны, у меня просто не было права на променьшенные шаги. Я тяжело вздохнул и направился в ней в столовую. Да ну нахер, какая-то почуга, блин. Внутри уже было все готово. Тут и там толпились пионеры, весело разговаривая о своем. Я думаю, у меня какой-то плюсик-то будет с другой-то девочкой, из-за того, что я с этой вот баландой не стал общаться. Столы сдвинули поближе к стенам, чтобы создать место для игроков и зрителей. Я смотрелся, в дальнем углу что-то происходило. Подойдя ближе, видел большой лист ватт у нас с какой-то схемой. В списку участников обнаружилось мое имя. Эй, а кто это все придумал? Толкнул электроника, стоящего рядом. Конечно же, ваш покорный слуга. Он ответил мне поклон, отчего меня аж передернул. Он отвесил мне поклон. Ну и зачем меня сюда включили? Спросил разочарованно. Еще пара секунд назад оставалась какая-то надежда, что не придется участвовать в этом турнире. Благодаря этому у Алисы не будет повода отомстить мне за то, что не стал с ней спорить. Но теперь этой надежды больше нет. Тут распорядился слепой жеребий. Хороший жеребий. Со всеми участниками турнира я так или иначе уже успел познакомиться. И ведь помимо них, тут еще и не один десяток пионеров. Спасибо, Войсёк. Спасибо, Войсёк. Меня охватила тревога. Ты чувствуешь, когда кажется, что за тобой кто-то наблюдает в пустой, плотной и закрытой комнате без окон. А призы какие-нибудь будут? Спросила я лениво. Может быть, просто хотелось отвлечься бессмысленным разговором. Электроник только собрался ответить, откуда ни возьмись появилась Ульянка и начала прыгать вокруг него. Призы, призы. А что ты слышала про призы? Я что-то слышала про призы. Знаешь, какой главный приз олимпийских игр? Нет, какой. Вот вырастешь, узнаешь. Она надула губки и ткнула электроника в бок. Так призы будут? Ну, я не знаю. Не от меня это зависит. Он обреченно развил руками. А ведь действительно, раз уж затеяли дурацкую грудь, то могли бы хоть шоколадными медалями обойтись. Ульянка неожиданно сорвалась с места и куда-то побежала. Мне бы чуток ее оптимизма. Ну так что, правило объяснишь? Всему свое время. Еще не все собрались. Я кинул с толу взглядом, Алиса, Славя, Лена, Мику, Шурик на месте. Вроде бы все. Как же? Жени нет! Мне казалось, что он сказал это насколько... Несколько взволнованным тоном. Ну нет и нет, что теперь? Поставь вместо нее кого-нибудь другого. Нельзя. Растягиваю каждую букву, он ответил он. Я не стал уточнять, почему именно нельзя. Ну, сходи тогда за ней, что ли, я не знаю. Не надо ему никуда ходить, он организатор, ему не положено. Словно из-под земли рядом с ним возникла вожатая. Ну, Ольга Дмитриевна, взмолвился электроник. Семен сходит. Так, Семен? Она смотрела на меня и улыбнулась. Конечно, всегда я. А где она? Наверное, в библиотеке. Ладно. Протянул я и направился к дверям. Только побыстрее. Что ли мне под... Подпинывай! Донесся мне вслед крик электроники. Эти твои... Шурупы! Запих... Скоро и ночь уже. Я не спеша старался убить как можно больше времени, шел в сторону библиотеки. Однажды Женя нашлась... Одна... Однако Женя нашлась раньше, она сидела на лавочке, уставшаяся в сторону безмолвного Генды. Ты что тут делаешь? Тебе все обыскались. Сижу, как видишь. Она нахмурилась. Пойдем скорее. Не хочу. Женя не отвернулась. Почему? Не хочу и все. Я сел рядом. Слушай, мне тоже не очень нравится все это затеи, нельзя же все подводить. Мы слова звучали так, словно их говорил кто-то другой. Еще пару дней назад мне бы в голову не пришлось сказать подобное. Женя удивленно посмотрела на меня. Так что, все только меня ждут? А я тебе о чем? Да. Все равно нет. Она нахмурилась и снова отвернулась. Но почему? Я всплеснул руками. Не умею играть в карты. Ну и что? Я тоже не знаю правил. Ну и как тогда играть? А что, ты умеешь только то, о чем читала в книгах? Конечно! Она удивилась. А если попадешь в Антарктиду, тебе придется охотиться на белых медведей? Белые медведи не живут в Антарктиде. Женя улыбнулась. Ладно, это просто пример. В конце концов, не на корову же играем. Она задумалась. Просто не хочу подводить ребят. Да, да. Саркастично согласился я. И не подумай ничего такого. Я даже не понял, что он имел в виду. Очевидно, любого человека есть свои слабые места. Через минуту мы уже стояли в столовой. Мы все внимательно смотрели на электронику. Итак, прокашлялся он. Каждый тур состоит из одной игры. В случае ничьей будет переигровка. После этого проигравший убывает и начинается следующий тур. Поскольку добровольцев... Он постарел на меня. Поскольку участников 8, то и туров будет 3. Все понятно. Толпа пионеров весело загалдела. А призы какие призы? Ульяна, хватит. Вперед выскочила Славя, тщетно пытаясь поймать Ульяну. Пока не выиграю приз, не успокоюсь. Кажется, одной этой девочке было достаточно для варп-прыжка к Альфе Центавра. Для Паунса. Призы, призы! Как заведенно кричала Ульяна. Прекрати! Уговорила ее Славя. А в электроника, похоже, от всей этой беготни вокруг него уже закружилась голова. Давайте начинать, спокойно сказала и добавила, обращаясь к Ульяне. А то никаких призов не получишь. Такой ругомент, похоже, подействовал, и она вернулась на свое место. За ней последовала Славя, бросив мне на прощание улыбку благодарности. Пионеры, наконец, угомонились. Я подошел к столу, за которым сидела Лена. Не возражаете? Она подняла на меня глаза и покраснела. Не волнуйся, я тоже правила не знаю. И почему тоже. Я сел. Вот вышло так, что первый тур нам с тобой играть. Да. Наконец-то электроник начал объяснять правила. Посмотри на карты внимательно. Так, давайте я сохранюсь. Я как бы брал легенду, но мне просто неинтересно. Так. Посмотри на карты внимательно. Перед вами их ровно шесть. Надеюсь, считай, здесь все умеют. Теперь можете их открыть. Ёпт. Когда постарелись, как акцию карты, электроник продолжал. Правила такие же, как в покере. Думаю, все играть умеют. Я то умел, но вот остальные не был уверен. Сначала идет самая старшая карта, потом пара, потом две пары, потом тройка. Ну и так далее. Первым ходом выбирайте карту, которую хотите забрать у противника. У него же в свою очередь есть возможность поменять карты местами два раза. Но можно и не менять и собирать забрать ненужную карту. Но учтите, противник видит, какие карты вы меняете местами. Далее соперник забирает у вас одну карту, ну и так далее. Думаю, все понятно. Мне было совершенно ничего не понятно. Эйнтенштейн, не заделанный! Послышался издалеко голос Ульянки. Ничегошеньки, непонятно! Походу разберешься. Электроник отошел к столу со схемой, оставив Ульяну злиться в одиночестве. Ходи первая. Я надеюсь, что быстро смогу вникнуть в игру. И Лена, смутившись еще больше, чем обычно, протянулась к моим картам. Так. Че у меня тут? На середине стола я рука застыла. Ты будешь... Точно, я же должен защищать свою карту. Итак, что там говорил Электроник, что пытался запутать соперника, может менять карты местами. И так два раза. И можно и не менять. Защищать мне эту карту или нет. К тому же я смогу сразу согласиться дать ей карту, которую она выбрала. Так, подождите, дайте посмотрю. 9, 10, валетка. Так, херастя, у меня стрит. Лена может сделать свой выбор, взяв другую карту. Че? Мне надо, кажется, ей про это проиграть. Телка-то нормальная, мне надо проиграть. А может и не менять. Так, тут вопрос. Надо ли мне и проиграть? Спасибо, Дендрометол. Оповещение о Данате топовое. Игра тоже. Картишки же. Иван дави. Иван в финале. Иван уинти 6. Нео эра. Это не покер? Как не покер? Он же сказал, покер, двойка, тройка. Дальше там эти всякие фулл хаусы, каре, стриты, флэши. В смысле не покер? То есть мне надо не поддаться. Так, твой ход. Я не знаю, что я делаю. Она мне что-то взяла. Ах, блин. По-моему, все понятно или хотя бы понятнее. Теперь моя очередь. Я могу вернуть карту, которую она забрала, или выбрать любую другую. Но я и пропадамся. Или я, может, попробовать защитить свою карту. Но если я буду внимательен, то все равно возьму ту, что выбрал с самого начала. Ну, я вижу, что она здесь. Ну, ладно, возьмем вот эту. В смысле? Пара у меня есть. Все. Получилось. Электроник, до этого лишь молча наблюдаешь за игрой и удовлетворенно кивнул. Похоже, теперь мы действительно немного разобрались, что к чему. Итак, во время игры противники три раза обмениваются карты, потом скрываются. У меня вырвался недовольный смешок от слова «скрываются». Мда. Что смешного? Нет ничего. Сдерживать с последних сил, чтобы не прыгнуть, ответил я. А прислал, но посмотрел на меня продолжим. И мы смотрим, у кого лучшие карты. Лучше по максимуму плюсу набивать. Ну, мне здесь надо, как я понимаю, вертолик вернулся к своему ватману. Мне надо ей проиграть. Что за говно? Кругов осталось три. Три, пять. Так, мне надо вот это защищать, да? Вот эту. На пятерку тебе. Восьмерку у меня взял. Я ничего не понимаю. Вскрываемся. Что мне? Пара. Пара десяток. Что происходит? У меня тупо пара десяток. Ну, хорошо. Дай мне три десятки. Мне надо третью десятку. Все, я выиграю. Вот это. А, у меня две... У-у-у-у, у меня две пары! А, я выиграл, да? Блин. Мне надо было, наверное, ей проиграть. Ну, ладно. Извините, ребят, я... Нет-нет-нет, я тяжело проигрываю. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, я буду. Я сейчас все тебе отдам. Я все тебе отдам. Все-все-все отдам. Наут, забирай. Что хочешь, забирай меня. Я проиграю. Ну, ну, блин. Две пары у меня. Так, хорошо. Надо загрузиться вот здесь, наверное, да? Вот здесь сохраниться надо. Здесь-то. Сейчас все будет. Сейчас проиграем. Ну, что у меня тут? Две восьмерки? Забирай. Блин, да как так-то? Забери у меня восьмерки! Ладно, нормально. Так. На восьмерку. Ты можешь мне восьмерку взять? А можно не защищаться? Можно вообще другие карты поменять? Блин, у меня две пары опять. Да ты че, издеваешься? Издеваешься? Эм... Понимаете, я не умею в карты приыгрывать. Да как ей отдавать-то надо? Ну, вот... Вот... На, вот тебе вот это. Да, забирай, забирай. Можно не защищаться, да? Ой, отлично. Давай мне вот это. Валет, все. То есть... Нет, на вот это. Нет, нет, нет. Вот это. Да, еп! Если нажимать на защиту, она сразу... Ээээээ... Ээээ... Эээээ... Как же тут тяжело-то проигрывать. Чего? Шестерка? У меня нет шестерки. Короля... А нахрену тебе... Восьмерку у меня забери. Во! Забирай. Изи! Все, мы проиграли. А? Ахахахахаха! Молодец, молодец, Лена Ну, фейл так фейл Я старался Как обидно все-таки проигрывать Я вышел из столовой Спать ложиться было еще рано Так что небольшая прогулка Показалась отличным вариантом Куда же направиться? Так Я думаю, надо посмотреть Читает ли она или нет, Ленка И вышел в почте, сел на скамейку Пора таращиться на память Генлик Позвался мне сейчас хорошим занятием Впервые за день мне накрыло дикую усталость Свет в окне не горел Значит, только Дмитрий у меня уже спал Странно, вчера она меня Странно, вчера она меня дождалась Я зашел, тихо разделся И лег на кровать Если поразмыслить, моя ситуация за сегодня Совершенно не прояснилась В сущности, я весь день Медпункт надо было А че там в медпункте? Что ж такое? А че в медпункте-то? Там че-то серьезное или че? Там Лена? Да-да-да, хочу-хочу медпункт Точно, там же Так, ты Все, защиты мне не надо Ты забирай Восьмерку только забери у меня Ёп! Твоё, три восьмерки! Нет-нет-нет-нет Забирай Что ж такое Расмус HR Спасибо тебе огромное Спасибо огромное За поддержку в нашей тупке Блин, а че это? Я так и думал, что что-то важное будет Да-да-да, забирай двойку Еще восьмерку у меня забери Пожалуйста Забери восьмерку Я же не знал, что у тебя еще третья Шестерка, нормальная Двойку? Нет, восьмерку забери Нет Восьмерку! Да-ёп Да! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Главное сейчас ее не вытащить Как обидно все-таки проигрывать Я вышел из стола, вожился вот так куда направиться Ну, медпункт давай Я просто шел вперед, не особо разбирая направление Оказался у медпункта Если бы мне была нужна скорая помощь, то скорее психологическая А получать ее местной медсестры в мой план никак не входит Так Э, в смысле не входило Вперед за день я накрыл дико Че мне посоветовали? Я же сходил в медпункт Вы че, блин? Вы день что ли перепутали? Вперед за день я накрыл дико усталость Я только к ней не гаял, значит, только Дмитриевна уже спала Странно, вчера она мне дождалась А че такое? А че в медпункте? Че не произошло? Даже нужно было бы Я зашел тихо разделся и лег на кровать Если поразмыслить, моя ситуация за сегодня совершенно не прояснила Или у меня троллите, а? В сущности, я весь день занимался бесполезными вещами в реальной мире И мне бы в голову не пришло тратить все время на что-то подобное Хотя как раз у меня это времени было хоть отбавлять Насколько тут, совершенно неизвестно Может быть целая вечность, а может быть всего несколько минут Мне не хотелось больше думать о прошлом, о том, как я попал в этот лагерь Вперед за очень долгое время А где Ольга Дмитриевна живет? Где она? Вперед за очень долгое время я по-настоящему устал Не только эмоционально, но и физически, и психологически Бог знает кто еще Сколько дней сегодня? Это еще второй день прошел И хотел лишь, чтобы от меня все отстали В первую очередь мои мысли Чтобы все разрешилось как-нибудь само собой Ну или по крайней мере без моего участия И вдруг я тут навсегда Тогда придется привыкать Вот так просто? Я не готов Эх Сознание улетело все дальше Все сложнее становится сконцентрироваться на чем-то конкретном Наверное, лучше отложить на завтра Я повернулся на другой бок и заснул Опять сон